Глава шестая Кутузов отступил к Вене, уничтожая за собой мосты на реках Инне в Браунау и Трауне в Линце. 23 октября русские войска переходили реку Энс. Русские обозы, артиллерии и колонны войск в середине дня тянулись через город Энс по сю и по ту сторону моста. День был теплый, осенний, дождливый. Пространная перспектива, раскрывавшаяся с возвышения, где стояли русские батареи, защищавшие мост, то вдруг затягивалось кисейным занавесом косого дождя, то вдруг расширялось, и при свете солнца далеко и ясно становились видны предметы, точно покрытые лаком. Виднелся городок под ногами, своими белыми домами и красными крышами, собором и мостом, по обеим сторонам которого толпя слились массы русских войск. Виднелись на повороте Дуная суда и остров, и замок с парком, окруженный водами, впадение Энса в Дунай. Виднелся левый, скалистый и покрытый сосновым лесом берег Дуная с таинственной далью зеленых вершин и голубеющими ущельями. Виднелись башни монастыря, выдавшегося из-за соснового, казавшегося нетронутым дикого леса, и далеко впереди на горе, по ту сторону Энса, виднелись разъезды неприятеля. Между орудиями на высоте стояли впереди начальник арьергарда генерал с свитским офицером, рассматривая в трубу местность. Несколько позади сидел на хоботе орудия Несвицкий, посланный от главнокомандующего к арьергарду. Казак, сопутствовавший Несвицкому, подал сумочку и фляжку. И Несвицкий угощал офицеров пирожками и настоящим допель-тюмелем. Офицеры радостно окружили его, кто на коленях, кто, сидя по-турецки, на мокрой траве. «Да, не дурак был этот австрийский князь, что тут замок выстроил. Славное место! Что ж вы не едите, господа!» — говорил Несвицкий. «Покорно благодарю, князь!» — отвечал один из офицеров, с удовольствием разговаривая с таким важным штабным чиновником. «Прекрасное место! Мы мимо самого парка проходили, двух оленей видели, и дом какой чудесный! Посмотреть, князь!» — сказал другой, которому очень хотелось взять еще пирожок, но совестно было, и который поэтому притворялся, что он оглядывает местность. «Посмотрите-ка! Уж забрались туда наш пехотный! Вон там, на лужку, за деревней! Трое тащат что-то! Они проберут этот дворец!» — сказал он с видимым одобрением. «И то, и то!» — сказал Несвицкий. «Нет, отчего бы я желал!» — прибавил он, прожевывая пирожок в своем красивом влажном рте. «Так это вон туда забраться!» Он указывал на монастырь с башнями, видневшийся на горе. Он улыбнулся, глаза его сузились и засветились. «А ведь хорошо бы, господа!» Офицеры засмеялись. «Хоть бы попугать этих монашек! Итальянки, говорят, есть молоденькие! Право, пять лет жизни отдал бы!» «Им ведь и скучно!» — смеясь сказал офицер, который был посмелее. Между тем свитский офицер, стоявший впереди, указывал что-то генералу. Генерал смотрел в зрительную трубку. «Ну, так и есть! Так и есть!» — сердито сказал генерал, опуская трубку от глаз и пожимая плечами. «Так и есть! Станут бить по переправе! И что они там мешкают?» На той стороне простым глазом виден был неприятель и его батарея, из которой показался молочно-белый дымок. Вслед за дымком раздался дальний выстрел, и видно было, как наши войска заспешили на переправе. Несвицкий, отдуваясь, поднялся и, улыбаясь, подошел к генералу. «Не угодно ли закусить вашему превосходительству?» — сказал он. «Нехорошо дело!» — сказал генерал, не отвечая ему. «Замешкались наши!» «Не съездить ли ваше превосходительство?» — сказал Несвицкий. «Да, съездите, пожалуйста!» — сказал генерал, повторяя то, что уже раз подробно было приказано. «И скажите гусарам, чтобы они последние перешли и зажгли мост, как я приказывал, да чтобы горючие материалы на мосту еще осмотреть!» «Очень хорошо!» — отвечал Несвицкий. Он кликнул казака с лошадью, велел убрать сумочку и фляжку и легко перекинул свое тяжелое тело на седло. «Право! Заеду к монашкам!» — сказал он офицерам с улыбкою, глядевшим на него, и поехал по вьющейся тропинке под гору. «Анут-ка куда донесет капитан? Хватить-ка!» — сказал генерал, обращаясь к артиллеристу. «Позабавьтесь от скуки!» «Прислуга к орудиям!» — скомандовал офицер, и через минуту весело выбежали от костров артиллеристы и зарядили. «Первое!» — послышалась команда. Бойко отскочил первый номер. Металлически оглушая, зазвенело орудие. И через головы всех наших под горой свистя перелетела граната. И, далеко не долетев до неприятеля, дымком показала место своего падения и лопнула. Лица солдат и офицеров повеселели при этом звуки. Все поднялись и занялись наблюдениями, над видными, как на ладони, движениями внизу наших войск и впереди движениями приближавшегося неприятеля. Солнце в ту же минуту совсем вышло из-за туч, и этот красивый звук одинокого выстрела и блеск яркого солнца слились в одно бодрое и веселое впечатление. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!